Дом Божий Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Когда мы приходим в Дом Божий, мы чего-то ожидаем для себя. Мы хотим что-то узнать. Мы хотим, наверное, самое главное, узнать поближе нашего Бога. И к этому, собственно говоря, сводится вся наша христианская жизнь, чтобы как можно ближе узнавать Бога. Узнать Бога – это такая цель жизни. По сути дела, если мы задумываемся, то и людей мы знаем плохо. Людей, окружающих наших, мы знаем плохо их. Когда молодые люди женятся, они думают, что они друг друга знают достаточно хорошо. А потом в процессе жизни получается, что открываются все новые и новые какие-то стороны человека, и люди понимают, что они не знают друг друга. Узнать Бога – это сложнее или проще, чем узнать человека? И кто такой Бог? Когда мы говорим, очень много читаем различные тексты Священного Писания, мы радуемся тому, когда мы узнаем, какой Бог с хорошей, такой, с положительной для нас точки зрения. Когда мы знаем, что Бог, Он любит человека. Когда мы знаем, что Бог посылает благодать свою неизменно каждое утро на каждого человека. И сегодня я хотел бы поговорить с вами об одном качестве Бога, которое мы знаем, но к которому очень сильно привыкли. Это качество Бога мы знали еще тогда, когда впервые задумались о Боге, подумали о Нем. Когда мы впервые задумались о том, а стоит ли попросить у Бога прощения, и может быть, мы вышли вперед здесь в церкви или в каком-то другом месте, и склонили колени свои перед Богом, покаялись. Это качество Бога для нас было свежо и очень важно. Потом проходит какое-то время, и вы принимаете крещение, и не настолько сильно, может быть, вы уже узнали Бога, сколько там прошел, может быть, год, может быть, немножко больше после вашего покаяния, и вам кажется, что вы уже знаете Бога. И это качество, оно тоже сопровождает всегда. Каждый день вы думаете об этом качестве Бога. И потом, когда мы живем все дальше и дальше в нашей жизни, это качество Бога, христианской жизни, это качество Бога еще больше открывается для нас, но мы уже начинаем в какой-то степени привыкать к Нему. Я сегодня хотел бы поговорить об этом качестве Бога и текст Священного Писания, который хочу предложить, чтобы мы открыли книга Псалтырь, 102-й Псалом. 102-й Псалом, книга Псалтырь, с 8 по 11 стихи. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и ни вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши». Это еще 12 стих прочитал. И, дорогие братья и сестры, давайте мы подумаем сегодня и поговорим о милости Божьей. О милости Божьей, которая сопровождает нас каждый день в нашей жизни. Что мы знаем о милости Божьей? Как мы себе представляем милость Божьей? Что такое милость Божья? Как она проявляется в нашей жизни? Как милость Божья проявляется в моей жизни? Я, когда посмотрел симфонию, сколько раз употребляется слово «милость», то я был поражен тому, что слово «любовь», где-то вот четко слово «любовь» больше 60 раз употребляется, слово «благодать» больше 70, а слово «милость» около 200 раз. Слово «милость» – наверное, самое часто употребляемое слово в Библии. И Библия нам постоянно говорит о том, что Бог милостив. Но что такое милость? Что такое милость и как она каждый день проявляется в моей жизни? Как я могу увидеть эту милость Божью? И когда слово «божье» говорит о том, что нам нужно искать милости Божьей, то о чем идет речь? Как мне нужно искать эту милость Божью? И какое практическое назначение этой милости в моей жизни? Если думать с самого начала и представлять себе, как развивались отношения Бога с человеком, то вы знаете прекрасно, как Адам с Евой, как они пренебрегли однажды вот тем, что говорил Господь, и что произошло в один такой прекрасный, в кавычках, день, когда Адам с Евой нарушили и съели, попробовали этот запретный плод. Хотя там везде стояли таблички, точно такие же, как стоят сейчас на трансформаторных будках, знаете, с черепами, с костями, не влезай, потому что убьет. Но они все равно, они прошли через эти таблички, они все равно сорвали этот плод, и они попробовали его. И в этот же день, братья и сестры, в этот же день нарушились отношения Бога с человеком, и я не знаю, как бы, что вот сдерживало Бога, и почему Бог не уничтожил в тот момент человека, за просто по одной причине, что Бог святой, а человек стал грешным. И если говорить о качествах Бога, то мы понимаем, что святость Божья, она не позволяет Богу находиться рядом с грехом. Святость Божья и справедливость Божья, она требует наказания, мгновенного наказания человека. Но, дорогие друзья, Бог еще и милостив. Так вот, милость Божья сегодня для нас, как минимум, проявляется в том, что она является таким мостиком от святости, от справедливости Божьей к грешному человеку. И если бы Бог не был милостив, то наказание состоялось бы тогда же, в ту же минуту, когда Адам с Евой согрешил. И то, что мы с вами, дорогие братья и сестры, сегодня можем читать Слово Божье, можем приблизиться к Богу по этому мостику, это потому, что существует эта милость Божья. Только по одной причине, что Бог милостив. И я начинаю понимать, почему Слово Божье так много говорит о милости. Потому что эта милость Божья, она так важна для нас. Эта милость Божья, она помогает и святости Божьей, и любви Божьей, и справедливости Божьей быть сбалансированной к отношению к грешному человеку, который заслуживает только наказания, который не имеет права приближаться к Богу. Мы бы с вами никогда не имели права прийти, приблизиться к Богу, читать Слово Его, разговаривать с Ним, молиться Ему, если бы не эта милость Божья. Человек может прийти к Богу только на основании милости Его. И поэтому Слово Божье нас и призывает сегодня, чтобы мы искали этой милости Божьей, чтобы мы искали того, чтобы приближаться к Богу. И когда Библия говорит о милости, она говорит именно об этом качестве Бога, что Бог много милостив, и Его милость проявляется в том, что Он не до конца гневается, не вовек негодует, но хочет, чтобы каждый человек пришел к Нему, чтобы каждый человек изменился, чтобы каждый человек мог пройти по этому мостику. С того момента, когда произошло грехопадение, мы потеряли все право. Но благодаря милости Божьей, это право возобновляется, восстанавливается. Мы теперь можем все-таки прийти к Богу, что мы и делаем с вами, братья и сестры, когда мы приходим сюда, в Дом Божий, мы приходим к Богу, и это благодаря милости Его. И слава Богу, что Бог милостив, что Бог много милостив, потому что если смотреть на нас через призму того, что мы дети Адама, что мы все-таки бунтари против Бога, и каждый человек где-то по-своему, наверное, машет кулаком в небо, и таким образом пытается построить с Богом отношения, и говорит, Господи, я сам справлюсь и без Тебя. Человек по природе своей является таким бутырем. Я вспоминаю этот пример со школы, школьных времен, когда учительница говорит, давайте, кто не верит в Бога, помашите кулаком в небо, а кто верит в Бога, не машите. Ну, верующих тогда было очень мало, и все дети дружно помахали кулаком в небо. Только один мальчик кулаком не стал махать. А учительница его спрашивает, ты что, верующий? Он говорит, я думаю так, что если Бога нет, то чего зря махать кулаком в небо. А если Бог есть, то Он очень сильно накажет, если бахать кулаком в небо. Поэтому мы на сегодняшний день, мы где-то похожи на таких людей очень часто, которые машут кулаком в небо, когда Бог где-то останавливает, где-то говорит тебе, туда не нужно, вот тут вот знаки ставит тебя, не влезай, убьет, а мы все равно туда идем, и мы все равно нарушаем эти, в Божьей заповеди мы грешим, бунтуем против Бога. Но милость Божия, слава Богу, что это есть милость Божия. Я думаю, братья и сестры, что многие сегодня, те люди, которые уже в зрелом возрасте изменили свою жизнь, уклад своей жизни, стали верующими людьми, они могут сказать, насколько эта милость Божия проявилась в их жизни. Очень многие люди свидетельствуют и говорят о том, что я в принципе не достоин того, чтобы Бог простил меня. Мои грехи слишком тяжкие, но милость Божия, она позволяет любому человеку прийти к Богу. И это, наверное, наилучшие мгновения такие в нашей жизни, когда человек испытывает милость Божию. Это лучшие такие мгновения в нашей жизни. И Спирджин когда-то сказал, что ради этого стоило родиться, прийти в этот мир с человеком, чтобы испытать на себе эту милость Божию. Вот почему я говорю, что эта милость Божия, она нас окружает, но мы так привыкли к ней, что мы иногда забываем поблагодарить и забываем ощутить в себе эту милость Божию, забываем искать эту милость Божию, забываем вот даже сказать себе просто, что я молюсь, потому что сегодня надо мной милость Божия, потому что Бог много милостив, и поэтому у меня есть надежда, что Бог слышит мои молитвы. Как хочется побольше узнавать Бога, как хочется побольше становиться ближе к Богу, все больше и больше прочувствовать Бога, понять, чего Он хочет от меня, и, конечно же, понимать эту милость Божью. Когда мы читаем Священное Писание, когда мы стараемся узнать Богом, узнать для себя что-то новое, изучаем каких-то персонажей библейских, то очень часто мы себя ассоциируем с ними, да, чтобы извлечь какие-то уроки, мы себя ассоциируем с этими персонажами и думаем, а как бы я поступил на его месте, а что бы я сделал, а я бы так поступил или по-другому, начинаем применять это на свою жизнь и как-то делать, изменяться, как-то делать вот такие уроки своей жизни. Но знаете, я поймал себя на мысли о том, что когда я начинаю ассоциировать себя с каким, ну, например, Давид и Голиаф, вы себя с кем ассоциируете? С Давидом или с Голиафом? Ну, конечно, с Давидом, да? Ну, с кем-то хорошим? Ну, в всяком случае, ну, даже если говорить ну, не с братьями этого Давида уж точно. Если говорить о, например, о Самсоне и о филистимлянах, то мы себя с Самсоном тоже ассоциируем в каких-то вот, только с положительными какими-то моментами, да, связанными. Хочется вот детям в воскресной школе рассказывать о том, какой Самсон сильный, как он побеждал всех, и особенно мальчишкам, наверное, хочется быть похожими на Самсона, быть такими сильными, крепкими. И не хочется думать о таких моментах в жизни, которые у Самсонов, о которых, ну, не то что стыдно, но не хочется, наверное, говорить, да? Или о той же жизни Давида. Хочется говорить о том, когда он был хорошим, и примерять на себя что-то хорошее, чем то, что он совершил, о чем мы не очень сильно хотим рассуждать и говорить. Я вообще, когда читаю библейскую историю о Самсоне, я поражаюсь тому, как протекала жизнь у этого человека. И вот посмотрев на жизнь Самсона, вот почитайте, и из 13-го главы по 16-ю книга судей, Самсон был 13-м судьей из 14-ти в Израиле, и ему посвящено, наверное, больше всего времени. Из 13-го по 16-ю главу рассказывается о Самсоне. Я просто поражаюсь, насколько это пример для меня, когда человек вот просто использует эту милость Божию, и он не понимает, что с ним происходит. Когда он просто вот настолько становится самонадеянным в благодати Божьей, что он просто не замечает эту милость Божию. Итак, вот если говорить о книге судей, где-то 350 лет описывается история народа. За эти 350 лет происходит фактически одно и то же. Когда народ грешит, провоцирует вот Божье наказание, впадает в это наказание, тяжко там становится народу. Следующий шаг. Люди вопиют к Богу, и следующий шаг. Бог проявляет свою милость. И так вот это все постоянно чередуется, происходит. Точно так же было и в жизни Самсона. На его примере можно проследить, как милость Божия работает, как она проявляется в моей жизни, как я в начале проповеди говорил. Замечаете ли вы, как она проявляется в вашей жизни? Потому что сказать детскими простыми словами, вот я проснулся, это милость Божия, я пришел в церковь, это милость Божия. Да, это правда, это и дети понимают, но мы уже христиане, по 30 лет может быть в Боге, по 40, кто-то больше. Что для вас является милость Божией? Как вы для себя растете в понимании этой милости Божией? Как она проявляется? И прежде всего, вот если смотреть на Самсона, то можно сказать о том, что в его жизни, в первую очередь, милость Божия проявилась в нескольких таких этапах, мы сейчас поговорим об этом, но в первую очередь, это была большая благодать. Самсон был совершенно другой, он не был такой, как остальные люди, правда? Братья и сестры, и каждый из вас тоже, он особенный, он другой, он не такой, как остальные люди, которые вас окружают. Вы знаете больше, и вы знаете того, который больше людей, который сотворил людей. И это большая благодать Божия, которая есть у вас. У Самсона она была, Самсон родился, когда народ израильский уже несколько десятилетий был под рабством филистимлян. И это было не просто рабство, филистимляне приходили, делали то, что они хотели там у израильтян. Они пользовались их урожаем, их полями, они там бесчинствовали, и совершенно вели себя совершенно безнаказанно, и так, как они хотели. Такое было положение вещей, такое было состояние, что и жизнью это, наверное, не назовешь. И родившийся, вот в такой вот очень сложный момент, Самсон оказался благословенным Богом-человеком. Он был совершенно другой, он укреплялся, и Дух Божий прибывал на нем. Это замечали, это видели другие люди, они замечали, они, наверное, все хотели дружить с Самсоном, все хотели иметь себе такого друга, и все удивлялись тому, как происходит это в нашей жизни. Давайте мы посмотрим на свою жизнь и отметим себе, просто вот про себя, составьте список, как проявляется благодать Божия, милость Божия в моей жизни. Вот постарайтесь посидеть 5-7-10 минут, подумать и действительно составить этот список, в чем проявляется милость Божия, и поблагодарить Бога за такую большую благодать, что меня отличает сегодня от других людей, которые находятся вокруг меня. И также в жизни Самсона можно хорошо увидеть, что любые какие-то обстоятельства жизни милость Божия превращает в благословение. Любые обстоятельства, так у него происходили, оно превращает в благословение. Он идет жениться, а навстречу лев. Что бы вы подумали, когда вы шли жениться, а навстречу лев? Это знак свыше, да? И он берет этого льва, вы знаете, у него ничего не было в руках, он его, не знаю, что он с ним сделал, с какой стороны, в общем, он его убил, этого льва. Потом, когда проходил через некоторое время, вы помните, что внутри льва там мед сделали, осы или пчелы сделали там мед, и он еще и попробовал этот мед, поел его, родителям своим отнес, попробовал. Вот такое, вот простое, обычная, жизненная ситуация. Вот такое обстоятельство, тяжелое в жизни, которое, я не знаю, сколько бы человек из нас смогли бы выжить в этой ситуации, в которой выжил Самсон и вышел победителем. Он еще и устроил себе сладкий пир потом после этого всего. И так во многих, во многих обстоятельствах жизни Бог благословляет его, что бы он ни делал, там какие-то заговоры против него плетут. Вот все в городе собрались, ворота закрыли, ждут его, до утра договорились ждать, пока Самсон будет выходить, чтобы уничтожить его. Он берет ворота вместе с двумя косяками и выносит их, ставит на гору. И удержит этого человека. Я не знаю, зачем он это делал. Но и потом, впоследствии, очень много есть таких поступков, когда вот эта милость Божия, это благословение Божие, благодать Божия, когда Самсон просто использовал ее не по назначению. Он как-то не замечал этого. И знаете, пришло уже время, когда он сам однажды проснулся, встал утром и говорит, пойду как прежде. Кстати, это уже было, когда ему волосы поотрезали. И он встал утром и говорит, пойду как прежде. И сейчас я где-то кому-то что-то там сделаю и отомщу этим филистимлянам негодным. А уже не может. А потому что в это утро он уже не Бога спрашивал. Он уже настолько привык к этой милости Божьей, что уже говорит, встану и пойду как прежде. Очень часто мы утром просыпаемся и в понедельник особенно встану и пойду как прежде на работу. И забываем у Бога спросить, а забываем с Богом поговорить. И забываем попросить у Бога этой милости, этого благословения как проявления милости Божьей, этой благодати как проявления милости Божьей. Забываем просто поговорить с Богом, как он делал это раньше. И третье проявление милости Божьей, когда Самсон растратил все свои благословения, когда он их неправильно использовал, когда он шел наперекор родителям, он приходит и говорит, я там увидел одну девушку, она мне понравилась, возьмите мне ее в жены. Родители ему что сказали? Родители говорят, слушай, ну не надо тебе это. Он говорит, не, она мне нравится. И пошли. Он поступал постоянно вот наперекор родителям, не слушался их. Это все вот называется тратить милость Божию, тратить благословение, терять это благословение. И вот однажды пришли бедствия. И бедствие это тоже проявление милости Божьей, дорогие братья и сестры. Бедствие это тоже проявление милости Божьей. По одной простой причине, что Бог хочет, чтобы мы извлекли урок, чтобы мы исправились, и чтобы мы снова шли на тот путь, который ведет к Богу. Послушайте, одно дело уничтожить человека, одно дело перечеркнуть этого человека и выкинуть его из этой жизни, извините за такие грубые слова, но другое совершенно дело помочь исправиться человеку. Поэтому я и говорю, что проявление милости Божьей, это как раз бедствие, это тоже проявление милости Божьей, потому что они ведут опять к Богу. Они опять хотят вернуть человека к Богу. И милость Божья как раз состоит в том, что мы очень часто говорим, что грехи, они имеют последствия. И это тоже милость Божья, что грехи имеют последствия. Самсон, когда попал в такую тяжелую ситуацию, он уже стал совершенно другим человеком. Он служил уже каким-то посмешищем для филистимлян, он был в плену, он был связан, он ничего не мог сделать, он не был сильным человеком, потому что он потерял это благословение, потерял это милость Божью, и этот грех для него возымел очень большое последствие. У него очень много времени было над тем, чтобы подумать о том, что произошло, грех его после всего его непослушания, когда он шел на поводу своих желаний, когда он играл с этим грехом, грех его привел туда, куда он оказался в таком очень незавидном состоянии. Очень больно даже читать об этом на странице Священного Писания, думать над тем, как такой великий, большой, благословенный человек, у которого было полно милости, как он мог попасть в такую ситуацию, когда он был просто, знаете, проживал такую жизнь, проживал эту милость Божью, как будто бы не понимал и не знал, думал, что это само собой происходит, само собой солнце встает, сам по себе дождь идет, сама по себе еда на столе появляется. Как говорил Лермонтов, этот человек жил без руля и без ветрил. Просто вот куда ветер дует, то, что происходит, то он и делает. Стал самоуверенным и впоследствии грех возымел еще и такие последствия, физические бедствия, физическое стеснение. Вы знаете, что с ним произошло, его лишили зрения. Это история Самсона, когда я ее читаю, она мне очень похожа на историю блудного сына, притча о блудном сыне. И Самсон, когда у него было такое время, когда он осознал эту милость Божью, он пришел к тому пониманию, что ему нужно исправляться, нужно понимать эту милость Божью. И когда уже в 16 главе мы читаем такие слова «возвал Самсон Господу». Когда-то, не так давно, он говорил «встану, как прежде и пойду». А сейчас, когда он встал, он вызвал Господу. Это совершенно другое понимание милости Божьей. И, братья и сестры, если милость Божья для кого-то проявляется благословением, для кого-то милостью, для кого-то благодатью Божьей, и человек привыкает к этому, то однажды она может проявиться и какими-то лишениями, какими-то бедствиями. И не дай Бог, чтобы Бог таким способом учил нас, для того, чтобы мы встали утром и вызвали Господу. Да благословит нас Господь, чтобы милость Божья, которую мы имеем сегодня, которая проявляется в нашей жизни, чтобы она всегда была для нас вот таким вот моментом, который всегда стоит у нас перед глазами, который мы понимаем, который мы осознаем, благодаря которому мы приходим к Господу. И пусть милость Господня обновляется над вами, над всеми нами, каждое утро. И да будет благословен наш Господь. Щедрый и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа, боящимся Его. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.